В эфире Вести Чукотка. В суде работает Анастасия Матросова. Здравствуйте. В ближайшее время о главных событиях в округе. Почти две сотни контейнеров с грузом ждут отправки на Чукотку. Северный завоз в этом году идет тяжело. В правительстве округа приняли решение в первую очередь загружать на суда продукты питания. Вот что сообщили руководители профильных департаментов региональным журналистам. Около двухсот контейнеров ждут отправки на Чукотку в морском порту Владивосток. Из-за логистического кризиса, связанного с перенаправлением грузов Суэцкого канала на Транссиб, увеличились сроки доставки продуктов в дальневосточные регионы. Из четырех компаний, занимающихся доставкой грузов на Чукотку, одна отказалась от своих обязательств. У других перевозчиков возникли проблемы с флотом. В правительстве Чукотки в ежедневном режиме отслеживают ситуацию. На сегодняшний момент приоритет такой, что завозим сначала продукты питания. Потом товары бытового назначения первостепенные. Это бытовая химия, мыльно-рыльные продукты. Продукция связана с тем, чем человек пользуется в ежедневной обстановке. Ну и, соответственно, потом все уже остальное. В навигацию на Чукотку должно быть завезено 14 700 тонн продуктов питания, из них более 4 тысяч по социальным ценам. Пока доставлено чуть более 7 тысяч даже в столице Чукотки. Временами ощущается дефицит отдельных видов товаров. При этом погода на Крайнем Севере с каждой неделей ухудшается. А Надрский морской порт, несмотря ни на что, продолжает обработку судов и ждет грузы из Владивостока. Сейчас вот ожидаем еще, Анисимов должен подойти, он на Саламатова стоит в ожидании постановки на 10 причал. Сейчас там танкер Святой Петр стоит, сливает груз, керосин для авиа. В порядке 6200 будет груз. И еще 4 судна должны выйти с Владивостока. Сложная ситуация с продуктами питания сложилась в провиденском районе Чукотки. Обычен продукты туда завозили местные предприниматели и муниципальные торговые компании. Из-за нехватки судов теперь продовольствие повезут авиацией. В провидение должны прибыть вертолеты за Надри и самолеты из Владивостока. Примерно через две недели там ожидают подходы теплохода «Капитан Мясников». На нем основной поставщик продовольствия Чукот-Аптор привезет все необходимое. Провидение там ситуации сегодня не очень хорошее, в общем-то. Это связано с отсутствием судозаходов, которые должен был выполнить «Ранслайн». В прошлом году выполнял, в этом году отказался. Поэтому возникла такая проблема, что коммерческие структуры не смогли своевременно завестись. И получился небольшой вакуум, который мы сейчас пытаемся проблему решить. То есть авиадоставкой. С соседями продуктами питания поделится также и Гевикинот. Авиатранспортом туда доставят две с половиной тонны продуктов. Средства на авиадоставку даже из других регионов в окружном бюджете есть. Один борт ждут из Приморья, и он обгонит медленно идущие теплоходы. С Москвы ожидается в среду грузовой борт с продуктами. И дальше туда будет перекинут самолеты Чукот-Авиа. А также 26 числа будет борт с Владивостока. Ожидается там 4 тонны 200. То есть эти проблемы будут решены. Предприятие Чукот-Апторг до середины ноября ждет в свой адрес еще два судна. На них продукты питания длительного хранения и коммерческий груз. Первое судно капитан Мясников зайдет в Беринговский, Анадыри, Лаврентий и Проведение. Второй теплоход Сергей Гаврилов выгрузится в окружной столице и Пивеке. Между тем предприниматели, которые ждут доставки своих контейнеров с промышленными грузами, строительными материалами, различным оборудованием и просто личными вещами, ведут активные переговоры с перевозчиками. В эту работу включились структуры окружного правительства. В сложной ситуации оказалось несколько дальневосточных регионов. На сегодняшний момент ряд дальневосточных субъектов, такие как Чукотка, Камчатка, Магадан, Сахалин, испытывают определенные трудности. В настоящий момент мы проводим активную работу с ФСК для того, чтобы по максимуму постараться забрать весь груз, который у нас находится в порту Владивосток. Кроме того, в правительстве округа совместно с Росморпортом решается вопрос о привлечении легкого морского судна ледокольного класса. В случае необходимости оно будет сопровождать теплоходы. Рассматривается также вариант того, что часть грузов, предназначенных для районов Чукотки, все же придется оставить в окружной столице. С началом навигации 2022 года малыми судами отправить их в пункты назначения. Каким-то силовым путем этот вопрос не решается. Это коммерческие отношения компаний-поставщиков и грузоотправителей, грузополучателей. Ведутся переговоры, отрабатываются, накопление грузов идет полное, как было в прошлом году. В целом на Чукотку осталось завести порядка 7 тысяч тонн продуктов. В основном это овощи, которые необходимо заложить в хранилище, они будут кормить регион до следующей навигации. А вот с завозом топлива ситуация гораздо лучше. Котельные и дизельные станции региона обеспечены им уже на 97%. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.